Привет! Привет! Расскажи, что такое Омай Статс. Омай Статс – это маркетинговая аналитическая система для интернет-магазинов. Мы помогаем владельцам интернет-магазинов найти простые ответы на самые важные вопросы о их маркетинге. Сколько стоит привлечение одного покупателя? Сколько этот покупатель приносит денег обратно? И в итоге в какие рекламные источники нужно инвестировать больше денег, а какие нужно немедленно закрыть? То есть ваш клиент – это интернет-магазин? Именно. Который оптимизирует свои расходы на продвижение? Именно так. Окей. И какой у вас трекшн? То есть запустились ли вы? Сколько у вас магазинов? Мы сейчас в закрытой бете. У нас более сотни клиентов из России, США, Европы. У нас еще около 500 компаний ждут в очереди, пока мы вышли Минвайт. И, что самое важное, у нас уже есть первые платные клиенты. А сколько стоит эта дешевая модель? Ежемесячная подписка? Какая у вас бизнес-модель стоит? Да, мы работаем в ежемесячной подписке. Самый дешевый план стоит 99 долларов в месяц. И дальше стоимость увеличивается в зависимости от посещаемости. Чем больше посещаемость сайта, тем дороже стоит у Майстадзе. То есть тут очень простая логика. Мы помогаем интернет-магазинам расти. И, соответственно, у вас 500 клиентов. Ну, клиентов там в очереди, да? Да. А как они вас находят? Какой у вас дистрибьюшн? Сейчас, на самом деле, мы практически не вкладывались в маркетинг. Единственное, что мы делаем, это периодически пишем в Фейсбуке. Мы участвуем в различных ивентах. И наши текущие клиенты, наши текущие пользователи, которые пользуются, просто рекомендуют своим друзьям, своим коллегам попробовать. То есть они уже... А сколько времени вы уже работаете? Компания была основана в 2011 году летом. То есть нам чуть больше года, практически полтора года. Но продукт, на самом деле, был запущен в бету полгода назад. То есть полгода у вас есть пользователи, которые пользуются? И реально у них есть какие-то цифры, которые доказывают эффективность? Да. У нас есть отзыв от одного из наших клиентов. Самый лучший, которым мы гордимся, что мы помогли им увеличить эффективность маркетинга на 30%. Ваши клиенты, это Рунет или нет? Или это глобально? Ну, так как мы сами из России, в первую очередь, конечно, мы работаем на российском рынке, но мы только что вернулись из Финляндии, например, где участвовали в стартап-сауне. И мы точно знаем, что абсолютно те же проблемы в анализе маркетинга есть и у европейских стартапов, и у американских. И, как я уже сказал ранее, у нас есть пользователи и из Штатов, и из Европы. Сколько у вас человек? В компании? Да, в компании. У нас семеро. Семеро. И у вас есть какое-то финансирование, или вы на какие деньги существуете, пока пишете об этом? Ну, до сих пор мы существовали на собственные деньги, мы сейчас находимся в стадии привлечения финансирования. Окей. А почему, да, последний вопрос, почему такой, почему этот продукт, этот рынок, то есть какой у вас бэнграунд какой-то, или что вас подтолкнуло сюда? Если коротко, то два года назад я был директором по маркетингу российского Группона. Собственно, в Группоне я понял несколько очень важных вещей о маркетинге. Первое, что маркетинг – это не искусство, а это наука, это во-первых. И во-вторых, что маркетинг – это не про количество просмотров страниц, это не про engagement, не про communication of brand essence to target audience, вот такие вещи, которые часто слышишь на рынке. Маркетинг в электронной коммерции очень просто. Тратишь деньги на привлечение клиентов, и эти клиенты потом приносят тебе деньги обратно. Если ты тратишь меньше денег на привлечение, чем они тебе приносят, значит, все хорошо. Если наоборот, значит, все плохо. То есть первый прототип, ну, если можно так сказать, там, экселевская табличка появилась в Группоне. После того, как я оттуда ушел, я был сооснователем другой компании в электронной коммерции, и там я понял, что маркетинговая аналитика еще более важна для маленьких компаний, для стартапов, когда нет больших бюджетов, и каждый доллар на счету. Ты не можешь себе позволить неэффективно тратить его. И вы эту проблему решаете, кстати? Ну, в том числе. К сожалению, у меня остаться тогда не было, и, может быть, по этой причине в том числе, тот стартап не удался. После этого я консультировал несколько десятков различных компаний о том, как им делать более эффективный маркетинг в интернете. И я понял, что все эти компании для анализа эффективности, вне зависимости от того, что они делают, это интернет-магазины, это коммерческий банк или разработчик мобильных предложений, они все используют одни и те же метрики. Это всегда стоимость привлечения ни одного пользователя. Это всегда Customer Lifetime Value. И это всегда возвратные инвестиции. Собственно, каким образом Google Analytics не решает эту проблему? Там же есть, можно трекать, в принципе, все это. Очень хороший вопрос. Google Analytics – это потрясающий продукт, который позволяет, на самом деле, анализировать практически все. То есть базовая установка, она позволяет анализировать, кто приходит на сайт, сколько посетителей, сколько было просмотров страниц, какие источники и так далее. Я знаю статистику, что 95% всех пользователей Google Analytics использует только три отчета. Количество просмотров страниц, посещаемости, источники. Дальше они даже не заходят. То есть вы решаете проблему сложности? В Analytics это сложно сделать? Именно. Для того, чтобы Google Analytics начал считать стоимость привлечения пользователя, Customer Lifetime Value и остальные денежные проблемы, нужно взять разработчика, сказать ему, вот тебе API Google Analytics сделай. И он сделает, потому что Google Analytics действительно очень гибкий инструмент. Все это можно сделать. Но проблема в том, что действительно умных разработчиков и тем более свободных от работы над продуктом умных разработчиков, их очень мало. Их практически неудобно нет. Их будет все меньше и меньше. В смысле спрос на них будет все больше, а самих больше не будет становиться с годами. Поэтому очень важно сделать продукт таким, настолько простым, чтобы не нужно было привлекать разработчиков, не нужно было его отвлекать. Один раз проинтегрироваться, у нас интеграция занимает от 10 минут, и все. А дальше просто продукт будет работать сам. Круто. Все, спасибо большое. Наше время вышло. Спасибо. Вам удачи. Спасибо. Спасибо.